Какие есть у нас здесь? Начиная с классической винтовки мощностного, образца 1891-1830, обратите внимание, клеймо. Первый оружейный завод СССР в Туле, 1926 год. Еще граненая коробка, это еще из царских запасов доделывали. Потом уже упростили, они стали круглыми. Вот тот же вариант, но уже, вот видите, разница, да? Круглая коробка. Это уже 1043 год. Со снайперским прицелом П.У. А это снайперка, да? Да, это уже снайперка, это вот основное оружие наших снайперов в Великую Отечественную войну. Впрочем, мы во всех остальных конфликтах до сих пор воюем. Очень надежно, удобно. Ну а кроме, вот, получается, ручки и прицела, есть какие-то отличия снайперской от классической? Никаких практически нет, просто на приемке выбирались стволы с самой точностью, то есть меньше всего изношенных. Какой ствол был лучше, те оставляли снайперка, остальные шли в обычную. И на снайперках на тульских, ну, здесь вот уже перешлифовывалось, потому что при охвощении, здесь вот ставилось клеймо-буковка С и Н, то есть снайперская. При приемке ствола. А это, получается, тоже царячий? А этот, да, а этот уже обрез винтовки Мосина, то есть в гражданскую войну, в революцию использовался. Недостаток пистолетов был короткоствольный, прятать неудобно было. Обрезали ствол, обрезали приклад, а вот он уже куда угодно прячется, очень удобно. А это какого года машинка? Здесь год 30-й, но это уже перешлифовка здесь, более современный, современный сделан, просто стилизация.